Всем привет! Сегодня воскресенье, последний день Игромир 2016. И сейчас мы направляемся именно туда, посмотрим все своими глазами, увидим все самые запоминающиеся моменты и покажем вам. Ну что, поехали! Все, все на Игромире были. Ну что же, вот мы и на Игромире. Сейчас уже пол-одиннадцатого утра, народу достаточно мало. Полчаса, как людей уже запускают, поэтому в очереди, как видим, людей немного. Сейчас попробуем пройти внутрь и посмотрим, что там. Ну что, поехали! Итак, мы уже внутри. Вот так выглядит эта кабина изнутри. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте. И, конечно же, это была шутка, а наш обзор только начинает. Ну, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok На Игромире было представлено большое количество компаний, как игровых, так и производителей железа. Одни стенды были просто огромных размеров, другие умещались в несколько квадратных метров. Посетить все стенды и мероприятия на выставке у меня не было никакой возможности. Находясь в одном месте, я, соответственно, пропускал что-то интересное в другом. Поэтому я бы хотел остановиться лишь на тех, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Стенд PlayStation был одним из самых больших на выставке. Здесь можно было поиграть и ознакомиться с целой кучей игр, среди которых можно отметить такие новинки, как Gran Turismo Sport и Horizon Zero Dawn. Особое внимание компания Sony уделила шлему виртуальной реальности PlayStation VR. Помимо десятка игр для системы, можно было опробовать специальный PlayStation VR Aim Controller. Также посетители могли увидеть, правда, только за стеклом, новую PlayStation 4 Pro и Slim-версию PlayStation 4. Также на выставке можно было поиграть в несколько эксклюзивов для Xbox, таких как Forza Horizon 3 и Gears of War 4. У игры Rise of the Tomb Raider был очень интересный стенд со скалодромом, на котором проводились различные конкурсы для посетителей. Компания Activision представляла игру Call of Duty Infinite Warfare. В закрытом павильоне можно было опробовать сетевой режим игры, но из-за большого наплыва желающих удавалось это далеко не каждому. Интересным был стенд с онлайн-шутером Battle Carnival, реклама которого была развешана даже на пути к павильону Игромира. Безбашенные турниры между посетителями выставки награждались крутыми призами, а более мелкие сувениры сыпались как из рога изобилия. Хотел бы особо отметить ведущего, который не просто ввел программу, а по-настоящему зажигал, увлекая за собой все больше и больше посетителей выставки. Компания Capcom показывала новинку Resident Evil 7 Biohazard. Стенд в форме старого особняка собирал огромные очереди из фанатов игры. Одним из самых веселых стендов на выставке был стенд компании Soft Club. Здесь постоянно проводились зажигательные танцевальные конкурсы по игре Just Dance. Участниками конкурсов становились не только люди на сцене, но и все те, кто стоял рядом. Поэтому перед стендом компании постоянно танцевала большая толпа людей. Просто огромную территорию занимал финал Международной киберспортивной лиги Адреналин Киберлига по Counter-Strike Global Offensive с призовым фондом в размере 100 тысяч долларов. Впечатлил размах турнира. Куча зрителей, комментаторы, огромные экраны, онлайн-трансляция в Twitch. В общем, организаторы постарались на славу. Большой стенд был у компании Asus Republic of Gamers. Здесь можно было увидеть, попробовать в действии и даже купить понравившиеся продукты компании. Посетители могли принять участие в турнирах по Dota 2 и CSGO. На сцене помимо постоянно танцующих девушек проходили разнообразные розыгрыши ценных призов и подарков. А главным призом выставки был компактный игровой ноутбук. Рядом со сценой стоял трон из сериала «Игра престолов», на котором мог сфотографироваться любой желающий. На стенде Sennheiser были представлены гарнитуры и аудиоусилители, созданные специально для геймеров. Гарнитуру можно было выиграть, поучаствовав в конкурсе. Для этого необходимо было сделать селфи с гарнитурой и разместить фото в социальных сетях. Огромный стенд был у компании Intel. Повсюду стояли мощные ПК, главным из которых был компьютер с водяным охлаждением за полтора миллиона рублей. Каждый посетитель мог поучаствовать в турнирах по таким играм, как «Танки», «Heroes of the Storm», «Warface». Также проводились разнообразные конкурсы с призами и сувенирами от компании. Компания Red Square постоянно проводила разнообразные конкурсы, самый интересный из которых был конкурс по разбиванию своего гаджета в обмен на девайсы для гейминга от компании. Помимо игр на выставке, был стенд школы компьютерной графики Scream School. Любой желающий мог попробовать свои навыки в рисовании на разнообразных графических планшетах компании Wacom. Авторы лучших рисунков получали специальные призы и подарки. Помимо красивых девушек, на выставке было много косплея. Как от самих компаний, так и от косплееров из соседней выставки Comic-Con. Ребята подошли к делу со всей серьезностью. Костюмы из любимых игр были продуманы до мелочей. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, вот такой был четвертый день Игромира 2016. Несмотря на длинные очереди, мероприятие оставило у меня самые приятные впечатления. Порадовала добрая атмосфера и довольные физиономии гостей выставки. В целом, для полного удовлетворения одного дня недостаточно. Стояние в очередях отнимает много времени, а стендов, которые хотелось бы посетить, превеликое множество. В общем, всем, кому интересна тема игр или компьютерного железа, рекомендую, приходите, не пожалеете. А на этом я буду завершать свой обзор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!